Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Кристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть все замечательные страны вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Доброе утро, дорогие друзья. На фоне очень красивого пейзажа я хотела заснять вам видео просто с общей информацией об Албании. Хотела вам рассказать, что это небольшая страна, она в протяженности всего 20, чуть больше 28 тысяч квадратных километров. С одного берега до другого всего протяженность чуть больше 300 километров, поэтому небольшая, даже Беларусь у нас больше протяженностью около 500 километров. Страна небольшая, колоритная, проживает местное население албансия, язык у них албанский. И также очень хорошо знают английский язык, что не может не радовать и наших жителей европейских, и наших может быть меньше. Все местные, во всех лавках, торговых точках отельеры, гестилейшены говорят на английском языке. У компании Alibu есть русскоговорящие гиды, которые в их отелях сидят по отелям Блера. Мы будем их инспектировать сегодня и посмотрим, есть ли здесь русскоговорящие гиды, потому что для наших людей это часто важно. Очень красивый степень, народ очень милый, добрые люди. У них отсутствует воровство, им просто смертный грех, и для них огромное вида, если вы их обвинили в воровстве. Значит, в компании два моря. Адриатическое и Ионическое. На севере страны у нас Адриатика. Там хорошие песчаные пляжи. Это регион Дзюрес, это Голем и это Мали Робит. Сейчас мы передвинулись ближе к центру страны. И здесь у нас уже Ионическое море, это Блера. И дальше, опять-таки, по Ионике мы будем двигаться до Саранды. Поэтому все регионы вам нахватили. Во Блере галечные пляжи. Далее по Саранде я буду рассказывать. Очень замечательная горная страна. Очень возмерительные красивые пейзажи, острова, острова, прошу прощения. И они представляют такие безумные пейзажи. Просто все места и невозможно не сфотографироваться и пройти мимо. Еще хотела вам рассказать про албанскую кухню. Очень много у них всяких вкусняшек. У них обалденные морепродукты, свежие. Причем, чем южнее, тем более высокого качества будут продукты. То есть вот Блера, Саранда будут лучше в этом отношении. Замечательное вино. Вкусное производство именно Албании. Оно не такое дорого, как итальянское. И обладает замечательным вкусом. Стоимость бутылки вина около 800 лет за бутылку. То есть это такая стандартная стоимость. Аккуратно, вот еще и вина. Если говорить по питанию, то средний чек в Албании на то, что вы выбираете по меню, составляет от 7 евро. Хотя порции очень большие. Я вам снимала ролик о том, как мы покушали, пообедали. Мы брали одну порцию на двоих, одну порцию мяса, одну порцию салата. И этого более чем хватило нам на двоих. Девчонки, которые брали это все дозированно себе. То есть на одного человека одну порцию они даже не доедали. Потому что на самом деле приносят такой тазик. Огромный и с мясом, и с салатом, со своими вкусностями, с морепродуктами. Поэтому советую вам, если вы хотите попробовать что-то разное, возьмите просто по одной порции. Если у вас два человека, может быть более, и этого будет вполне достаточно. Если вы привыкли к фастфуду, вы хотите, может быть, попробовать с местной. Кстати, мы попробовали очень достойно, очень вкусно. И не такой, как у нас. Фастфуд стоит всего 3-5 евро. В зависимости от того, что, какого размера вы берете, там, добавляете ли на скидки. То есть очень достаточно бюджетно, хорошо, вкусно, правильно, опять-таки. Ну, не говоря о фастфуде. Здесь очень много фруктов. Они очень хорошие, они очень сладкие, сахарные. Сейчас сезон черешни. Очень улучшен, черешня замечательная, вкусная. Сезон клубники очень вкусная. У них прямо набитанное солнцем советую вам обязательно попробовать. Также про стоимость я вам начала говорить про леки. В Албании национальная валюта – это албанский лек. Соотношение его на данный момент к доллару и евро. Доллар у нас составляет 106 лек. Евро – 125-127 лек. Вы можете менять деньги в любых армейниках. Причем, даже если вы в мини-маркетах, в супермаркетах рассчитываетесь долларами или евро, то вам будут, если вы просите, вам будут давать задачу именно в леках, тем самым менять. Но, прошу просить внимание, что курс при этом ниже. То есть мы отказывали даже мини-маркет, негде было поменять деньги. И нам считали по 123-124 лека за евро. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Лучше менять деньги в обменниках, не в банках. В банках может взиматься комиссия за обмен. Поэтому обращайте внимание, как вы меняете деньги в обменниках. Как правило, комиссии нету, поэтому с этим все в порядке. Еще, ребят, хотел бы рассказать про такси. Здесь, на самом деле, очень недорогое такси. Если мы говорим о Дюресе, то, например, из Голема до Дюреса и из Малероби до Дюреса 12 километров. Если вы хотите в сам Дюрес, в город. 12 километров мы можем проехать за 500 лек за машину. Не за посадочное место, не за количество человек, не за машину. Чтобы вы понимали, 500 лек это около 5 евро. Это достаточно приличная стоимость для такого расстояния. Есть общественный транспорт, есть автобусы. Обращу ваше мнение, что автобусных остановок в стране нет. Ни одной. И они без указателей. Если вы конститиваете на общественном транспорте, вы должны примерно знать примерный посадочный пункт. дерево, столб, возле которого люди сидят. Если вы вдруг увидите, что едет ваш автобус и не успеваете до мнимо посадочного места, можно просто помахать рукой, и автобус остановится и заберет вас. Поэтому тоже очень здорово и круто. Еще хотела бы рассказать такую особенность с Албанией. Особенно если вы будете покупать какую-то продукцию, вино, сладости. Албанцы сами себя не называют Албанией и Албанцами. Они называют себя Щеберья. И поэтому вы, если будете в магазинах что-то покупать, обращайте внимание на то, что то, что они производят для себя, не для импорта, именно прописано, что произведено в Щеберья, не в Албании. То, что идет на экспорт, Тони уже пишет, что это Made in Albania. Вот такую краткую информацию я хотела рассказать для вас по Албании. Еще раз вам этот замечательный вид. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Путешествуйте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok